Прежде чем заступить на пост, сотрудники новой компании целый день провели в администрации города, изучили документацию, знакомились с местными специалистами. Уже с 1 июня новая энергетика будет отвечать за тепло- и водоснабжение в Нижней Салде. Потребителям придется только перезаключить договора. Плата за услуги, скорее всего, будет осуществляться, как и прежде, через управление жилищно-коммунальным хозяйством. Городские власти заранее уверены в надежности компании. Эта фирма зарекомендовала себя в городе Полевском, она работает давно уже достаточно, в Верхней Туре нареканий на нее нет. Они приходят большой командой, приходят не просто тепло купили, тепло передали, или воду купили, воду передали, там взяли. Они приходят еще с управляющей компанией и приходят просто еще с проектными, будем говорить, мастерскими, которые проектируют любые теплосети, энергосети. Одна из первоочередных задач – заключить договора с поставщиками услуг, металлургическим заводом и НИИ машиностроения. Переговоры уже ведутся. Работу новички начнут с оценки состояния сетей и латания самых аварийных участков. Поселить компанию намерены по соседству в здание предшественников. Тепловодоканал обязали освободить помещение в течение суток. Попутно решается кадровый вопрос. Новая компания намерена трудоустроить некоторых работников тепловодоканала переводом и подыскать других ценных специалистов среди нижнесалдинцев. Если на сегодняшний день есть заинтересованные в услугах нашей компании, в работе в нашей компании, специалисты совершенно различных уровней. Это касается как ремонтного персонала, те, которые обслуживают сетевое хозяйство, так и инженеры-технические работники, имеются в виду экономисты, бухгалтера и так далее. Мы готовы рассматривать все предложения. В лице новой энергетики на Нижнесалдинский рынок выходит и новая управляющая компания. Сейчас под ее управлением находятся уже более 200 домов в верхней туре. Здесь они обещают принципиально новое обслуживание. Безусловно, у нас существует управленческий персонал, то есть юристы, экономисты, технический персонал, сантехники, электрики на сегодняшний момент. То есть полностью штат укомплектован. Предоставляем услуги, круглосуточная аварийная диспетчерская служба. Кстати, чем она принципиально отличается у нас от других? Тем, что у нас диспетчер, он обязан отзваниваться клиенту и уточнять, насколько хорошо или плохо выполнена заявка. Мы хотели бы в вашем городе провести, грубо говоря, компанию, которая позволит повысить нам качество услуг на сегодняшний день, то есть исходя из того, что вы имеете сейчас. Мы хотели бы, чтобы у вас было стабильное теплоснабжение, чтобы была горячая вода в тех районах, где их нет. Чтобы было стабильное водоснабжение, холодной водой имеется в виду. Ну и плюс те услуги, которые мы будем оказывать с помощью нашей управляющей компании. Уже завтра новая энергетика заступит на пост. Добираться до рабочего места руководству придется из Екатеринбурга за 200 километров. Несмотря на это, специалисты уверяют, их присутствие будет ощутимо с первого дня.